Таура Королем своей земли стать должен он Между тайных горных троп Сквозь туман лесных равнин Тихо мчится серебристый, гордый исполин Таура, чудесный Таура Он, как ветер, свободным рожден Таура, чудесный Таура Величайшим из великих станет он Серебряный конь Стрела отправляется на юг Мы привыкаем к тому, что вокруг нас К большим вещам, к местности, в которой мы живем К существующим на ней настроениям и традициям А также к мелочам, к тому, что мы едим Кого мы видим, к тем, кто нам нравится и не очень К тому, что мы делаем постоянно Мы так к этому привыкаем, что даже не думаем об этом До тех пор, пока не приходится с этим расстаться Уехать на новое место Знакомиться с тамошними настроениями Заводить новых друзей и новые привычки Стрела проводил день в попытках понять Не слишком ли он поторопился, когда предложил Гунде Сопровождать ее в путешествие на юг Уфа! Стрела, стрела! Он весь в печали! Столь грустным тебя в жизни не видали! На моем месте ты бы мопок! Тоже был грустным! Будь я тобой, я бы не глупил! В родных краях подругу заводил! Но стрела не таков! Он любит бахвалиться! Теперь расстается со всем, что так нравится! Как ты прочитал мои мысли? Ха-ха-ха! Ну да, мне пришлось! А кого еще она могла попросить? Где было найти еще такого сильного и смелого? Да юга далеко! По пути много опасностей! Тауру? Да ни за что! Ха-ха-ха! Он о себе думает! Значит, я! Утром! Гунда придет ко мне и будет умолять, чтобы я пошел с ней! И я пойду! Оставлю друзей, места, где я родился и вырос, и пойду! Стрела, стрела! Иной раз вижу я, что в голове твоей мозг воробья! Да! Посмотрел бы я на тебя, если бы тебе в жизни пришлось делать такой выбор! Стрела, стрела, подумай, не тужи! На новом месте тоже можно жить! Поговаривают эхо, что коня призрака видели снова! Поедем и посмотрим сами! Стрела! Стрела! Девушки отдыхают Я обиделась, если бы не скучал, а мы скучали по тебе Но завтра я должна возвращаться, мне нужно сообщить новости о тебе и смотреть за своей семьей Я знаю, я вернусь, Гунда, честное слово, когда я буду нужен, и я буду хорошим вожаком Таура научит меня, и я исполню свой долг Да, я знаю, малыш, мы все будем гордиться тобой Но сейчас мне нужно немного отдохнуть, завтра мне предстоит долгая дорога Не знаю, чем я могу тебе помочь, Стрела Я мало что знаю про юг Ну, хоть что-нибудь Только то, что я слышала от родни Там равнина, нет ни гор, ни больших рек, и зимой там нет снега И еще, там много разных существ, не похожих на тех, что живут здесь Хм, думаете мне стоит идти? Никто мне не говорит, а я спрашивал уже многих Наверное, потому, Стрела, что это вопрос не для них Никто не может решить за тебя Только ты сам можешь выбрать свое будущее Наверное, вы правы Спасибо, миссис Динго, но как же тяжело все время думать Удачи Эй, Вомбат, ты здесь? Хм, никого нет Подойдешь и ты, ящерица Как ты думаешь, на юге есть такой же буян, как Бролга Только больше и сильнее Эй, Бролгу-то я могу победить Об этом нет и речи Но если будет кто-то больше Тут не знаю Зачем идти туда, где будет трудно? Как ты считаешь? Эй! Как вам это понравится? Совсем не умеет себя вести Вот именно, не умеют себя вести Загораживают мне путь в собственный дом Вомбат! С дороги С дороги! Вомбат! Я думаю, отправиться на юг и... А я думаю, отправиться спать С дороги! Если я уйду, ты будешь скучать? Буду скучать, как по занозе в подошве Хозяин! Хозяин! Смотрите туда! Этот болван-стрела зашел на вашу территорию! Что? А? Что? Где это я? О нет! Стадо Бролги! Продолжение следует... Проклятье! Кто бы мог подумать, сам человек спас меня от Броги, но нигде мне нет покоя. Не хочется признавать Таура, но думаю, однажды все это станет твоим. А если твоим, значит не моим. Большое спасибо вам за помощь. Без вас я могла бы вечно искать брата и Уралу, и так его и не найти. Теперь мне не придется возвращаться ни с чем. Кстати, а где же Юрала? Он должен был тебя проводить. Мы с ним уже попрощались вчера. Может быть, так он хочет мне показать свою независимость? Может быть. Или же просто ему тяжело с тобой прощаться. Это тоже возможно. Скажи ему, что я его люблю, Бунбун, и что я очень жду его возвращения, когда он будет к этому готов. Еще раз спасибо всем. А теперь мне пора. Но Стрелы тоже нет. Бунда, он же, кажется, собирался сопровождать тебя на юг. Да, я очень много об этом думала. Я пришла сюда сама и думаю, что смогу спокойно добраться до дома. Возможно, Стрела пришел к тому же выводу. Он сильный и быстрый, но судя по тому, что я видела, я не совсем уверена в нем. Он... Может быть, потом, когда он немного повзрослеет. Да, именно так. До свидания. Ой! Ага, ну вот. Приходишь попрощаться, а тот, с кем ты хочешь попрощаться, стоит у тебя на дороге. Как всегда. Прошу, извини меня, Вомбот. Спасибо, но мне правда пора. Да, ну конечно, именно. Стоило мне появиться, как ты уходишь. Ты тут ни при чем, Вомбот. Ты это знаешь. Прощайся и дай ей отправиться в путь. Ну, пока. Пока, Вомбот. Мы еще увидимся. Пока. Пока. Счастливой дороги. Ух! Стрела, стрела, все ищешь, покой. Не заметил, что солнце уже высоко. А? Что? Если хочешь за сердцем своим пойти, скорее спеши. Беги и лети. Солнце высоко. Гунда! О, я все проспал. Пока, Мопок. Уху-ху-ху-ху. Бенни, где она? Гунда? Да. Кто же еще? Она уже ушла, стрела. Ушла? Одна? Я думал, ей нужен провожатый. О, ну, поскольку ты не пришел, она решила, что ты передумал. О, если бы она только подождала, я бы ей сказал, что всю ночь думал об этом. И решил, что хочу идти на юг. Увидеть новое. Заявить о себе там. Может, стрела тебе не удалось убедить ее в своих выдающихся качествах? А, ты думаешь? Я пытался. Это правда, стрела? Может, мне побежать за ней? Да, побегу. Отличная мысль. Прояви свою находчивость. И послушай, что она скажет. Именно так я и хотел, Бенни. Ну все, ребята. Мое будущее, похоже, ждет меня. Вместе с прекрасной кобылицей. Удачи, Таура. Пока, ребята. Почему ты его не остановил, Бенни? Ты же слышал, что сказала Гунда. Потому что не нам говорить ему об этом. Даже если бы он и услышал, он бы не поверил. Именно, Бун-Бун. Пусть узнает все от нее, как бы горько это ни было. А может, ему удастся убедить ее передумать? Ты правда так считаешь? Маловероятно. Но это может его чему-то научить. Хм, тут свежие следы эхо. Терпение, малыш. Терпение. Терпение. Таура, моя сестра Гунда, где она? Она ушла, Юрала. Ушла домой. Но как же? Мы ведь даже не попрощались как следует. Она ждала Юрала. Но подумала, что ты хочешь показать ей свою независимость. А я хотела удивить ее, встретив у подножия Орлиной горы. Она, скорее всего, свернула к реке. Помнишь, я тебе показывал? Ой, я забыл. Теперь вы подумаете, что я глуп. И я уже не увижу сестру. Никто не считает тебя глупым, Юрала. Попробуй-ка догнать ее. Она не могла уйти далеко. Тогда ты сможешь попрощаться. Отличная мысль, Юрала. Знаешь что? Я пойду с тобой. Спасибо, Таура. Но я обязан сделать это сам. Хорошо. Тогда беги. Мы подождем твоего возвращения. Проклятие! Она должна быть где-то здесь. Ау! Ау! Она не могла уйти далеко. Она должна быть... Ага! Вот она! Гунда! Подожди меня! Ой, какой же я глупый. Это же было первое, чему учил меня Таура. Надо обязательно запоминать дорогу. Сейчас уже нельзя останавливаться. Я найду Гунду. Я смогу! Одинокий жеребенок. Он может привести нас к стаду. Вперед! Я! Эй! Эй! Гунда! Эй! Извини, что опоздал. Тебе надо было подождать. Стрела, ты... Ты не должен был приходить. Со мной все в порядке. Я... Ну, ну, ну... Все в порядке теперь. Стрела здесь и защитит тебя. Не будем терять времени. Пошли. Слушай, стрела, я... Слушать? Я слушаю Гунда. Это я, стрела. Я здесь. Я ловлю каждый звук. Быстрый. Ловкий. А как еще выжить? Я уверена, что это так, но... Мне вовсе не нужен... Не нужен урок по выживанию. Но такой кобылицей, как ты, нужен кто-то смелый и сильный. Ну, на случай непредвиденной беды. Это мне совсем не нужно. Конечно. Кому нужна беда? Поэтому я и здесь. Я... Знаешь что? Я поскочу вперед. Разведаю дорогу. Правда, стрела, я... Не благодари меня. Я скоро вернусь. Стрела, ты цел? Послушай, мне действительно не нужна помощь. Не волнуйся, Гунда. Я просто золото. Скоро вернусь. Стрела наш вечно куда-то спешит. Жаль, в голове его все мельтешит. Не думает, просто летит он вперед. Не оберешься с таким ты хлопот. Ты прав, Мопок. Но что ты здесь делаешь? По правде сказать, что ушла, ты жалел. Решил попрощаться и вот прилетел. Спасибо, Мопок. Но я бы хотела попрощаться кое с кем другим. Он просто ничего не понимает. Вроде бы никого нет. Вернусь и скажу Гунде. Я уже не знаю, что делать. Да, со стрелой бывает трудно. Хоть неплохой он, но занудный. Гунда, наконец я тебя нашел. Юрала! Я! Юрала, человек, берегись! Скорее, за мной! Эй, что за спешка? Я! Ааа! Я! Аааа! Аааа! Я! Аааа! Аааа! Ааааа! Ааааа! О, что, лазок? Эй, ну, привет, привет Давай, малыш, давай Вот и настал твой конец, сознайка Да Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе! Стрела! Стрела! Спасибо, что увел от нас человека! Ты такой смелый, ведь тебя едва не поймали! Для меня будет большой честью, если ты проводишь меня на юг к земле моего отца! Я рад, что мы с тобой смогли попрощаться, сестра Я тоже Ну, а теперь беги назад, а я продолжу свой путь, Юрала Да, но есть одна проблема Проблема? Мне кажется, я заблудился Я не знаю пути назад Ничего страшного, Юрала Я знаю горную страну лучше, чем кто-либо Лучше, чем Таура? Таура! Ха-ха-ха, конечно, гораздо лучше Идем, возвращайся к реке Она выведет тебя куда нужно Ну вот, Юрала, иди вверх по течению, до поворота Взгляни на север и увидишь Орлиную гору Ну вот и все Спасибо, Стрела, спасибо, сестра До свидания, скоро я увижу вас обоих Пока! Счастливой дороги, братишка Ладно, Гунда Теперь вперед на юг Вот так Стрела, наконец, проявил себя героем И завоевал дружбу прекрасной и умной кобылицы Одна кобылица оставляет горную страну Но другая скоро вернется Давно ушедшая Золотая Вновь придет сюда, чтобы возобновить старую дружбу И узнать самой, правдивы ли те слухи, что она слышала на равнине Авторы сценария Джон Стивенс и Джуди Малмгрин По книге Элайн Митчелл «Серебряный конь» Композитор Тассас Иоаннидис Продюсеры Коллен Джей Саут и Джон Татулис Режиссер Джон Татулис На русский язык фильм озвучен студией Пифагор по заказу ГТРК «Культура» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин